Мы так благодарны, вам так благодарны. Это... Нет, нет, не отказывайтесь за особое отношение к нам. Возьмите, возьмите. Спасибо. Мы бы с Ванечкой очень хотели попасть в ваш детский сад. Извините, у нас нет места. Ну, может быть, в порядке исключения ради нас. Разве что как исключение. Вы же знаете, что наш Иван очень умный. У него не может пойти за четверть-три. Мы к нему еще очень лояльны. У него вообще два выходят за полугодие. Наш ребенок не может получать плохие оценки. Для этого нужно хорошо учиться. Может быть, это как-то изменит отношение к нам? У нас ко всем одинаковые отношения. Уберите. Сынок, пойдем отсюда. Мы бы очень хотели поступить в ваш лицей. Да, я знаю, но у нашего сына не самые лучшие оценки. Но, может быть, мы сможем это решить? Я думаю, все решаемо. Молодой человек, тут маловато для красного диплома. Вы же понимаете? Ну, не скупитесь. Понимаю. О, как хорошо, когда люди друг друга понимают. Чтобы сдать новый дом, нам не хватает только вашей подписи. Но объект не готов. Вот, например, пожарные требования. Вы же знаете, это мелочи. Скоро все устраним. Зато подумайте, сколько семей, наконец, получат квартиры. Кстати, вы в их числе. Мы знаем, что у вас скоро свадьба и считаете это нашим подарком. Вот, пожалуйста. Здесь подпись и здесь. Дорогая, это наша новая квартира. Тебе нравится? Да, Вань, но с этим домом были проблемы. Я помог решить эти проблемы. Все в порядке. Алло, служба спасения. Помогите. Кругом огонь. Пожар. Я не могу выйти. Огонь совсем близко. Мне страшно. Доктор, доктор, я муж пострадавший. Пожалуйста, помогите. Доктор, любые деньги, любые. Доктор. Уберите конверт. Я сожалею, но деньгами здесь ничего не решить. Когда вы предлагаете взятку или берете ее, помните, вы не просто нарушаете закон. Вы совершаете преступление против себя, против своих близких, против своего будущего.